Всем огромный привет! И я, как обещала в предыдущем видео, хочу полистать вместе с вами два каталога из Леонардо. Очень полезные каталоги, на мой взгляд, и особенно, наверное, будет интересно тем, у кого нет доступа к этому магазину и которые не имеют возможности вообще такие каталоги себе взять. Эти каталоги раздаются в магазине совершенно бесплатно и они полны всевозможных мастер-классов. В данном случае эти каталоги были еще и дополнены схемами для вышивания, что интересно для нас, для вышивальщиц. Но, возможно, не только. Конечно, они рассчитаны на то, что товар вы будете приобретать в Леонардо. То есть здесь идет не только само изделие, но идет еще и список тех материалов, которые вы можете приобрести, которые вам пригодятся в создании вот этих небольших изделий. В данном случае это сказочная открыточка для тех, кто занимается скрабом. Мне кажется, очень симпатичная. Такое сочетание розового оттенка с натуральным создает нежный эффект. И пошагово объясняется, как и что делать. Новогодний веночек. Тоже, как идея, очень красивая. То есть можно что-то для себя подчеркнуть. Ну и, соответственно, список инструментов, материалов и пошаговая инструкция. Которую мы пролистываем. Следующий ящик для вина. И каким образом его можно декорировать. Здесь есть и использование красок, и использование деревянных элементов. Что появилось снова в этом каталоге, я раньше этого не замечала. Сейчас вдруг увидела, что каждому изделию, вот каждому мастер-классу указана цена тех материалов и инструментов, которые необходимы для его создания. Мне кажется, раньше этого не было. И, честно говоря, как-то немножко удивительно, потому что цены прыгают. И вот, наверное, это цена на какой-то момент, временной момент в магазине. Но все равно можно приблизительно ориентироваться, что ручная работа это не такой уж и дешевый труд. Хотя вот этот брелок пингвин всего можно сделать за 121 рубль, что очень радует. Это полимерная глина. И симпатичный пингвиненок. Опять же, с той инструкцией, как и что, последовательность всех действий, всех телодвижений. Следующий мастер-класс касается кулона «Снежинка». И здесь мы уже видим, что цена материалов будет 455 рублей. То есть уже не маленькая, несмотря на то, что это вот такой бижутерный кулончик. И труд за ваш счет. Но, мне кажется, достаточно симпатично, как снежинка. И, в принципе, таких снежинок, ну, похожих, может быть, не совсем из этих материалов. Потому что, мне кажется, все-таки для новогодней игрушки это запредельная цена своими руками. Но это лично мое мнение. Вы можете согласиться или нет. Ну, таких, подобных снежинок можно наделать на елку, как елочное украшение. Что радует, что все подробненько сказано. Далее подвеска «Петушок». Меня, кстати, очень привлекает вот эта техника. Я никак не могу ее попробовать. Но мне очень хочется. Это чеканка по металлу. Вот такие проволоки, медные проволоки в Леонардо продаются. Вот из нее можно сделать симпатичный кулон. Вот чем-то меня привлекает такая манера. Она дает, с одной стороны, прочность изделию. Вот ты чувствуешь, что это не то, что возьмешь в руки и боишься, что оно рассыпется. И в то же время ажурность это покоряет. Ну, «Петушок» как символ года. В итоге получаем. Дальше идет игрушка «Петушок», символ года опять же. Этот «Петушок» уже сшит. Он сшит из материалов, из тканей для петчворка. Ну, с применением пуговиц и еще дополнительных материалов, например, глаза. Может быть, это тоже пуговица. Надо посмотреть поподробнее. Но, честно говоря, вот этот «Петушок» меня как-то не очень вдохновил. Вот подбор тканей очень красив. Да, пуговицы оранжевые прекрасные. Но то, что получается в итоге, вот если посмотреть на готового «Петушка», я не знаю. Я не знаю, что об этом сказать. Мне как-то мне он кажется, ну, мягко говоря, некрасивым. Не знаю, как вы к этому относитесь. Но я разочаровалась. Дальше повязка на голову. Пожалуйста, те, кто вяжет крючком. Можно воспользоваться схемой, которая предложена в этом каталоге. И связать такую повязку на голову. Если вообще она кому-то нужна, ну, может быть, для занятия спортом. Далее идет сумочка, которая называется «Снегири». Очень красивая сумочка. Она пришивается к фермуару, или фермуар пришивается к ней. И сумочка создается путем мокрого валяния, сам рисунок. Мокрое валяние я не пробовала, и как-то меня, честно говоря, не очень тянет, может быть, потому что я не хочу именно сама пробовать. Возможно, на мастер-классе я бы попробовала, и меня бы затянуло. Но идея, как вот сумочки с фермуаром, это, конечно, моя идея. Это то, что мне интересно. Это из разряда «моё». Здесь очень подробненько, конечно, описывается, как создается этот рисунок, и потом пришивается фермуар. А дальше новинка. То, что раньше не печаталось в таких бесплатных каталогах, во всяком случае, я не встречала. Это вышивки. И что приятно, это новогодние вышивки. Единственное, что мне как бы не совсем подходит, то, что здесь указаны материалы гамма, все гамма. То есть ниточки все гамма. У меня нет ниточек гамма, только в остатках. А под номерами я даже не скажу, какой номер, поэтому мне, например, очень трудно. Мне было бы удобнее, если схема была бы не только в ниточках гамма, но и в ниточках ДМС. Ну вот, в данном случае мы видим такого Деда Мороза, несущего классного петуха. Опять же символ, почему нет. Симпатичный вид из окна, зимний вид, зимний пейзаж и несущиеся сани с Дедом Морозом. Ну, в Санта-Клаусе у нас, по-моему, Дед Мороз не летает по небу. Мне кажется, что было бы очень удачно вышить лону какими-нибудь светящимися нитками, как обычно это делается. И кот Мурлыка тут спит спокойно. То есть достаточно такой умиротворяющий, спокойный сюжет. И что полезно в этом каталоге, что здесь есть схема. Я сейчас попробую приблизить вам эту схему. Если у вас, например, нет возможности приобрести каталог, вы можете воспользоваться. Я не знаю, будет ли видно вообще. Да, вот я так сказала. А на самом деле я сейчас не понимаю вообще. Возможно будет вот так вот воспользоваться схемой с компьютера прямо. Сказать мне сложно. Ну, может быть, если кто-то загорится, то по стоп-кадру можно что-то разобрать. Значит, здесь еще есть списочек ниток, которые используются именно в этой схеме. Все ниточки гамовские. Достаточно много, я бы сказала. Здесь получается почти что 20 оттенков. Или точно, да, 20 оттенков. И еще даже есть бленд. полукрест две нити и смешение цветов две нити. То есть заморочились они хорошо. И вот некоторые милые такие сюжетики. Новогодние подарки. Тоже со схемой. Но если нужно что-то быстрое, я не знаю, есть ли необходимость в этом. Потому что небольшие схемки, такие новогодние, можно сейчас найти вообще без труда. Ну вот, может быть, все-таки кому-то будет интересно. И вот этот петушок с мешком подарков. Тоже он абсолютно небольшой. Здесь 50, ну, может быть, чуть больше. Почти 60 крестиков на 50. Ну, для тех, кто вышивает символ года, тоже будет неплохо. и с таким вот ключом. На этом этот каталог заканчивается. И второй каталог, который мне тоже очень понравился, это аксессуары для вышивания. Включает в себя мастер-классы и схемы для вышивания. Здесь немножечко другие техники, отличающиеся от того каталога. Здесь можно найти вышивку лентами, луговой букет. С очень подробным, конечно, описанием, как и что вышивать. Мне кажется, если вот вникнуть подробненько, то вполне себе можно создать такую картину. В фирме Гамма есть тоже шелковые ленты, поэтому можно воспользоваться и шелковыми лентами. Дальше идет комплект бижутерии лавандовая нежность. Но это мне, конечно, сейчас очень нравится. То есть я вот последнее время повернулась несколько на брошах, на подвесках, на кулонах. Конечно, не дошло дело до серег, но кто знает, может быть, этим тоже закончится. Ну, здесь опять же подробно, как это все вышивать и в итоге получить такую индивидуальную вещицу. Вот эту вещь я вижу вообще в первый раз. Вышитый ободок, морские узоры. Здесь есть схема для вышивания этого ободка. Она достаточно проста. И после того, как вы вышиваете этот ободок, натягиваете на саму основу и, по-моему, здесь в юночком прошивается место шила, чтобы выглядело красиво. Следующий мастер-класс касается браслета браслета нежность кристаллов. Здесь идет вышивка по фетру. А, как известно, фетр можно расшить как угодно. В данном случае, видите, подходят и бусины, и бисер, и всевозможные кабошоны. Получается красивый браслет. Вот такие плетеные шары называются темари. В этом каталоге есть один мастер-класс по этой технике. Мне даже подарили темари летом. У меня на даче висит, поэтому, к сожалению, не могу вам показать. Но, достаточно интересно. Честно говоря, у меня не вызывает о нем такого желания броситься и попробовать. Но, как готовый результат, как уже готовая вещь, достаточно привлекательна. Дальше вышивка по пластиковой конве. Сказочная сова. Вот что интересно, в Леонардо проходишь мимо вот этих пластиковых фигур, сердечек, треугольничков, каких-то ромбиков, и думаешь, ну вот, во-первых, как на них вышивать, что на них можно вышить. и как их применить. И вот этот мастер-класс уже какие-то мысли и идеи подкидывает. То есть, вот, пожалуйста, эти все пластиковые основы можно вышить таким интересным способом. Вот здесь мне понравился способ такой, который в итоге выглядит как вязание. А вышиваешь-то, господи, полукрестом в одну сторону да в другую. ну вообще, по-моему, прелесть. Можно что-то придумать. То есть, вот эти формы, пользуясь вот этими формами, которые продаются, они очень крупные, и каунт на них очень крупный, поэтому надо вышивать либо какими-то шерстяными нитками, либо достаточное сложение нитей. Звездочки, да, вот эти звездочки тоже продаются. вот можно, пожалуйста, разрезать и нужную тебе деталь использовать. Достаточно полезный мастер-класс с моей точки зрения. И это, что получается, даже держательный чего-то. Интересно. Дальше идут две такие удивительные схемы, смешные. на первой картинке вы видите дизайн, где рыба на лыжах выезжает из холодильника и называется дизайн холодно, а второй, где рыба жарится на сковородке и называется дизайн жарко. Вот такие смешные варианты. здесь не написано, кто дизайнер, кто разработчик этого, к сожалению. Ну вот, прилагаются и схемки. Возможно, я сейчас попробую показать поближе схемы, в принципе, в бесплатных каталогах и поэтому я не думаю, что я нарушаю какие-то права в данном случае, но вдруг кому-то понравилось и он решит, что ему это надо. Вот у вас будет возможность и ключ это сделать. Я вначале не могла понять, что написано на пакете, который за рыбой, а потом в описании прочитала, что это замерзшие пельмени в холодильнике. Но догадаться самостоятельно мне было сложно. Второй очень красочный и яркий. Мне вот сама яркость этого дизайна подкупила. Такая рыбина прикольная. Глазки уже в кучку. Огонь разгорается. Она прям как в солярии и ключ к ней. И еще раз про эту пластиковую канву. Вот эта идея использовать пластиковую канву, большую пластиковую канву в качестве подставок. По-моему, тоже очень симпатичная. Тем более смотрите, какие разные шовчики можно использовать для того, чтобы украсить ее. Здесь не только крест, здесь всякие шовчики. Можно выбрать свое цветовое решение. Не обязательно упираться в предложенное, но как идея очень и очень хороша. И схемы к этим подставочкам. очень разнообразные мастер-классы. Я очень порадовалась. потому что в основном вся вот эта печатная бесплатная продукция, которая лежит в магазинах, это реклама каких-то товаров. А здесь действительно можно чему-то научиться. И вот небольшие абсолютно дизайны для открыточек. Цветы и гриб дом. А также ангелочек. Вот уже в открытку оформленный символ года петушок. Тоже покажу поближе для жаждущих. Вот небольшой петушок по-моему вполне себе достойно вышить как символ года. Его даже можно оформить не обязательно в открытку, а в пин-кип и будет игрушка на елку. Что в этом каталоге меня порадовало, что здесь есть во-первых цветовая карта ниток мулине гамма и есть цветовая карта даже не цветовая карта, а правильнее сказать таблица перевода цветов ниток ДМС в гамму, анкор в гамму и модейр в гамму. Мне бы конечно больше устроила таблица перевода гаммы в ДМС, анкор и модейру, но в принципе и этой можно воспользоваться. Да и сейчас таких таблиц в интернете полно, поэтому я думаю, что это не проблема. Вот лично для меня, так как анкор подбирать мне нет смысла, а ДМС все-таки мне легче. Вот такие каталоги я прихватила с собой, выходя из Леонарда и полистала вместе с вами. На мой взгляд, достойные каталоги. Если вы бываете в Леонарде, обратите внимание. И вот они уже стали добавлять схемы для вышивания. Еще раз напоминаю, спасибо большое, что полистали эту печатную продукцию вместе со мной. Я надеюсь, вы как-то зарядились, может быть, где-то вдохновились, может быть, пополнили свой и так немалый запас новыми идеями. Всем желаю прекрасного рукодельного настроения и до новых встреч. Пока-пока.